Благодаря площадке eBay у нас появилась возможность получить радость от онлайн-аукционов. eBay был создан Пьером Омидьяром в 1995 году в Калифорнии и теперь имеет представительство в 30 странах. Сегодня eBay предлагает Buy It Now покупки, онлайн-торговлю билетами на мероприятия и многое другое. Вероятно, нет ни одного американца, который мог бы сказать, что он никогда ничего не покупал на eBay или просто не заглядывал на этот сайт. Но еще более интересно, сколько денег люди готовы потратить на покупки на этом сайте. От бесценных артефактов до единственных в своем роде памятных вещей. На eBay продаются самые необычные вещи за безумные деньги. Топ-10 самых дорогих вещей, когда-либо проданных на аукционе eBay. Хрустальная перчатка Майкла Джексона – 19 тысяч долларов. Невероятно талантливый легендарный поп-певец Майкл Джексон трагически скончался в возрасте 50 лет. Этот исполнитель был известен своими уникальными танцевальными движениями, невероятными хитами и стилем, которому по сей день подражают поклонники. Одной из его фирменных изюминок была хрустальная перчатка, которую он носил на левой руке. Эта уникальная потрясающая перчатка впервые появилась в 1983 году на знаменитой церемонии, посвященной 25-летию звукозаписывающей компании Montown Records, где Джексон также впервые продемонстрировал лунную походку. Перчатку продали на ebay за 19 тысяч долларов. Оливково-зеленая сумка Hermes Birkin – 79 тысяч долларов. Нет ни одной модницы, которая не мечтала бы о сумке Birkin. Кожаная сумка, которая была названа в честь актрисы Джейн Биркин, является символом богатства из-за того, что стоит безумных денег и часто появляется в руках знаменитостей. Цены на сумку Birkin могут варьироваться от 11 тысяч до 300 тысяч долларов, в зависимости от кожи или ткани, используемой для ее изготовления. Неудивительно, что эта сумка стала самой дорогой сумкой, проданной на ebay. Hermes Birkin оливкового цвета Porus Crocodile купили за 79 тысяч долларов. Серия видеоигр Nintendo World Championship – 99 тысяч 902 доллара Серия видеоигр Nintendo World Championship была создана в 1990 году и представляла собой общенациональный конкурс видеоигр. Победителям турнира вручили 90 редких кассет с видеоиграми. В 2014 году, после аукциона, на который было подано более 300 заявок, удачливый участник торгов смог купить эту уникальную серию за 99 тысяч 902 доллара. В настоящее время продавец удерживает рекорд за самую дорогую продажу видеоигр за все время. Автомобиль Ford Mercury Hot Rod из фильма «Бриолин» 180 тысяч 100 долларов. В 1978 году на экраны вышла музыкальная романтическая комедия «Бриолин» и многие годы все напевали песню из этого фильма. Фильм, с которого стартовала актерская карьера Джона Траволты и Оливии Ньютон-Джон, также является одним из самых кассовых музыкальных фильмов. Культовый автомобиль Ford Mercury Hot Rod из фильма выставлен на аукцион ebay в 2014 году за 180 тысяч долларов. Как сообщается, его приобрел большой фанат «Бриолина». Первый сборник комиксов про Капитана Америку 1941 года – 175 тысяч 200 долларов. В течение десятилетий Капитан Америка был одним из самых любимых фанатами супергероев. До того, как его образ воплотил очаровательный актер Крис Эванс, поклонники Кэпа могли видеть его исключительно в анимационных телевизионных шоу и комиксах. Самая первая книга комиксов с участием Капитана Америки вышла в 1941 году. Конечно, ее можно считать бесценным артефактом. Поэтому, когда его продали на ebay за 175 тысяч 200 долларов, это не стало большим сюрпризом. Жизнь Яна Ашера – 309 тысяч 292 доллара Кто знал, что с помощью одного нажатия кнопки кто-то может получить новую жизнь и оставить все свои заботы позади? Один человек является живым доказательством того, что ebay меняет жизнь к лучшему. После своего развода с женой Яна Ашер достиг дна, но он решил отказаться от своей собственности и последовать за своей мечтой. В 2008 году он выставил свою жизнь на продажу на ebay за 309 тысяч 292 доллара и смог вырваться из своего дома и путешествовать по миру. Бейсбольный значок Майка Траута 2009 года – 400 тысяч долларов. Майк Траут – профессиональный бейсболист из Лос-Анджелес-Энджелс. Траут 8 раз участвовал в играх All-Star главной лиги бейсбола и в 2014 и 2016 годах получил награду американской лиги как самый ценный игрок. Его прозвали Милвиллским метеором, очень хвалили в прессе и он считается одним из самых выдающихся игроков в истории бейсбола. Значок сначала продавался на ebay за 500 тысяч долларов, но затем цена упала до 400 тысяч. За эти деньги его купил Дэйв Уанси. Оригинальный знак Голливуд – 450 тысяч 400 долларов. В 1923 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, установили известный всему миру знак Голливуд. Однако у первого знака в конце было дополнение Лэнд. Знак сделали, чтобы помочь в развитии местной недвижимости, но из-за внимания к нему знак оставили. В 1949 году вывеску реконструировали, а последние четыре буквы убрали. Дэн Близ, бывший владелец знака, продал его на ebay за 450 тысяч 400 долларов. Близ купил вывеску у Хэнка Бергера, промоутера ночного клуба, который в свою очередь купил знак у торговой палаты Голливуда, после того, как его сняли. Бейсбольная бита босоногого Джо Джексона – 577 тысяч 610 долларов. Джозеф Джексон был аутфилдером главной лиги бейсбола, который отлично выступал на поле. Но его 12-летняя карьера резко прервалась. Джексон, по слухам, был связан со скандалом Black Sox, когда члены чикагского White Sox преднамеренно проиграли чемпионат World Series 1919 года. Хотя Джексона и других участников оправдали, они получили пожизненный запрет от главной лиги бейсбола. Бейсбольная бита Джексона была продана на ebay за 577 тысяч 610 долларов Робу Митчеллу, владельцу маркетинговой компании. ebay на благотворительности обед с Уорреном Баффетом – 3 миллиона 300 тысяч 100 долларов. Уоррен Баффет – человек, чье состояние является третьим по величине в мире. Поэтому шанс пообщаться за обедом с этим легендарным бизнесменом-магнатом, вероятно, стоит этой суммы. 88-летний миллиардер сотрудничал с ebay, чтобы собрать деньги для благотворительного фонда Glide, который жертвует средства бедным людям, борющимся с наркоманией или бездомным. Аукцион – это что-то очень близкое и дорогое для сердца успешного инвестора. Ежегодная выплата Баффетта на благотворительные цели составляет 20 миллионов долларов. «Фонд Glide действительно помогает людям, достигшим самого дна, вернуться к нормальной жизни», – заявил Баффетт. Напишите в комментариях, какая у вас покупка была самая дорогая в жизни. Не обязательно на ebay. Жмите большой палец вверх под видео. Всем любви и добра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok